Здравствуйте! За считанные минуты нужен четкий алгоритм действий. Его отработали во время учения медиков в ОКБ. Семья врачей. Трудный ли это союз? Поликлинику Рязанской городской больницы номер 10 отремонтировали. Чем она теперь нас удивит? Как быстро доктор вышел к поступившему пациенту? Правильно ли поставлен диагноз? И как отсортировать более тяжелых больных? Все эти задачи и не только были отработаны во время учения медиков в областной клинической больнице. После массового ДТП пострадало 3 человека. Все они поступили в ОКБ. У мужчины черепно-мозговая травма. Его сразу направляют в реанимацию. Еще двух пациентов предстоит быстро обследовать и принять экстренные меры. Так проходит учение в областной клинической больнице. Мы отрабатывали на этапе приема пациента прием в диагностическом отделении, работу экстренных служб и также отделение реанимации и экстренной операционной. У девушки скопление крови в брюшной полости. Ее срочно отвозят в операционную. У мужчины травма грудной клетки и правой кисти. Ситуация максимально приближена к реальной чрезвычайной ситуации. И здесь медикам нужно выработать единый подход к оказанию экстренной помощи пострадавшим, останавливать кровотечение, бороться с шоком. Решения, которые могут стоить жизни, врачи должны принимать за считанные минуты. Здесь, вот в такой критической ситуации, все мы понимаем, что хирург, врач испытывает огромный стресс. Особенно, если это тяжелые пациенты, если это тяжелое ранение сердца. И чтобы он не растерялся, в этой ситуации вот эти учения проводятся. Чтобы он четко действовал по тому алгоритму, которому ему научили и который он знает. Тогда проблем будет намного меньше. Такие учения позволяют выработать единый алгоритм действий медиков. Это совместный проект Рязанской ОКБ, Центра медицины катастроф и Рязанского медицинского университета. Учения проходили два дня. В первой медики работали в виртуальной клинике университета. Было смоделировано массовое поступление тяжелых больных. Навыки отрабатывались на животных. С учетом того, что мы работаем в экстренном стационаре, который работает 24 на 7, и в наш приемный покой могут поступать абсолютно любые травмы, с учетом того, что наша больница расположена в травмцентре первого уровня. Все хирурги должны быть максимально подготовлены и адаптированы к любым экстренным ситуациям. Такие учения медики будут проводить регулярно, раз в два месяца. Поликлинику Рязанской городской больницы номер 10 посещать стало приятней. Ее отремонтировали. На работу было потрачено 12 миллионов рублей. Такая большая сумма была выделена из регионального бюджета в рамках нацпроекта здравоохранения. Что удалось на нее отремонтировать, расскажем в следующем сюжете. На ремонтные работы 10-й поликлиники потратили 11 миллионов 900 тысяч рублей. За счет этих средств полностью отремонтировали помещение поликлиники. Входную группу сделали отмостки здания и запасной выход. Также здесь поменяли окна и двери, а также частичную систему тепловода и энергоснабжения. Внутри здания проведена небольшая перепланировка. К примеру, в холле демонтировали аптечный киоск. Его перенесли. Теперь на его месте появилась современная зона ожидания приема. Наши подрядчики сработали оперативно, качественно и в кратчайшие сроки, можно сказать. Нравится как моим коллегам, так и пациентам, надеюсь. Проведенный ремонт позволит оказывать медицинскую помощь на качественно новом уровне. Недаром говорят, что в больнице и стены помогают. Теперь это действительно так. Пациентам и медперсоналу стало более комфортно находиться в поликлинике после ремонта. Я здесь давно проживаю в микрорайоне, с 76-го года. 44 года наблюдаюсь в этой поликлинике. Все хорошо. И душевные врачи, и специалисты хорошие, профессионалы хорошие. Но только требовался ремонт. Ремонт нас, конечно, здесь просто мы ждали все с большим нетерпением. И вот за короткое время, за небольшой период времени сделали такую красоту. Из 46 кабинетов поликлиники было отремонтировано 43. Также было закуплено новое оборудование, в том числе новый аппарат УЗИ. А еще в поликлинике теперь все понятно без лишних слов. Цветом обозначены стрелки, где какой специалист находится. Так, например, диагностическая служба выделена желтым цветом, а красным – хирургическая. Сегодня в выпуске мы познакомим вас с семьей врачей. Дежурство, ночные выезды по звонку, редкий совместный отпуск – кажется серьезным испытанием для союза двух медиков. Так ли это? Узнаем дальше. Это редкие моменты, когда семья Крупновых может в перерывах между работой попить чай. Роман – врач-хирург, офтальмолог, Александра – терапевт в отделении пульмонологии. Работают они в больнице «Симашка». Там уже и познакомились примерно 10 лет назад. Общались по работе, на консультациях и конференциях. Затем общение переросло в нечто большее. Теперь они женаты вот уже 5 лет. На работе мы работаем. Вот, если встречаемся, то только по каким-то рабочим моментам, как правило. Да, или чай, поднимите сейчас? Ну, или да, если вот забудешь, забудешь завтрак. Ты звонишь, у тебя есть что-нибудь покушанное? Приходи, подкармлив тебя, так сказать. Такие моменты, да, бывают. Некоторые считают, что семья медиков – это безумно трудный союз. Что супругов поджидает много препятствий по жизни. А загруженность обоих обязательно скажется на эмоциональном состоянии. Но Роман и Александра, наоборот, убеждены в прочности такого союза. Ведь супруги-медики понимают друг друга, как никто другой. Их объединяет не только работа, но и путешествия. Кстати, предложение Роман сделал Александре во время очередного путешествия, когда они были в горах. Была очень солнечная погода. Было очень тепло. Кругом снег, припекает солнце. Очень красивый контраст между небом, горами, которые покрыты снегом, и долиной, которые внизу. Там кругом куча горнолыжников, сноубордистов. Супруг такая симпатичная. Несмотря на загруженный график, Роман и Александра находят время для маленьких семейных радостей. Для любимых хобби и загородного отдыха с друзьями. У нас очень активная семья. Мы очень часто выезжаем на природу. Мы ходим в походы. Муж у меня занимается водным туризмом. И потихонечку не только нашу семью, но и весь наш коллектив рабочий к этому занятию вовлекает. Роман и Александра уже пять лет ежедневно живут не только заботами семьи, но и профессиональными интересами. Они влюблены в медицину и друг в друга. Детский детектив программы «Город здоровья» продолжает свое расследование. Она готова задавать неудобные вопросы и открывать секреты привычных кабинетов. О ком она расскажет сегодня, узнаем далее. Лика, сегодня мы станем настоящей миледи и научимся следить за собой. Нет же, мы не в салон красоты, а на проверку в кабинет к самому девчачьему врачу-детскому гинекологу. Вперед! Здравствуйте! Меня зовут Вика. Я детский детектив программы «Город здоровья». Привет! А меня зовут Головина Анастасия Сергеевна. Я врач-кушерогинеколог и врач-детский гинеколог медицинского центра СМ-клиника. Мы с Ликой проведем расследование в вашем кабинете. Признавайтесь, кого вы прячете за ширмой? Никого. А что? За ширмой я провожу осмотр пациентов. А в этом мне помогает космическое кресло. Хочешь посмотреть? Конечно. Какое странное кресло. Кресло не странное, а очень удобное. Его можно подстроить под пациента любого возраста и любой комплекции. И даже поднять или опустить. А в каких случаях нужно обращаться к детскому гинекологу? Детский гинеколог – главный помощник девочек. К нему можно обратиться в любой ситуации. Например, если больно писать, если болит живот во время критических дней, или если начала расти грудь. А когда начинает расти грудь? А то Лика переживает. Увеличение груди – это часть полового созревания. Если Лика начнет жаловаться на болезненность или приплохлость, просто подари ей поддерживающий бюстгальтер. Пойдем покажу, какой. Лучше использовать спортивный хлопчатобумажный вариант. И обязательно без косточек. Так бы ничего не давило? Все правильно. Трусики тоже лучше носить хлопковые, а не синтетические. Внять их нужно каждый день. И принимать душ каждый день просто водой без мыла. А почему меня не осмотрели? Потому что до 15 лет осмотр производится только в присутствии родителей. Ведь они твои законные представители. Спасибо. Вам в Сильку все очень понравилось. Вы прошли проверку детского детектива. Оказывается, в речи гинеколог не страшно, а страшно полезно. Ставлю твердую пятерку. Лика, хорошо идем. Стабильно. Но не надо расслабляться. Мы еще вернемся в медицинский центр и санклиника, чтобы проверить для вас новые кабинеты. В здании поликлиники ОКБ появилась граффити всемирно известного хирурга Аллы Левушкиной. Она работала врачом около 70 лет, провела более 10 тысяч успешных операций. Стала одной из основательниц коллапрактологической службы Рязанской области. В ее честь в регионе планируют установить две памятные доски, учредить премию за верность профессии и стипендию для студентов медицинского университета. Портрет старейшего практикующего хирурга Станы стал первым из серии граффити об известных врачах региона. Автор портрета – мастер стрит-арта Александр Демкин. Идея создания принадлежит Екатерине Ивкиной. Чуть позже в 11-й больнице также будет создана специальная мемориальная доска, которая будет отражать основные достижения старейшего специалиста. А в областной клинической больнице появится прельеф Левушкиной. Это была программа «Город здоровья» и я ее ведущая Олеся Котровская. Я желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и неугасаемого интереса к жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok